Пока есть возможность, расскажу вам одну притчу. Однажды к Господу пришла женщина. Она такая была вся согнувшаяся, потому что на спине у нее лежал мешок. Господь ей говорит, присядь, отдохни, сними мешок свой. Говорит, нет, нет, я ненадолго, Господи. Я к тебе с просьбой. И сразу на землю. Он ей спрашивает, что ты хочешь? Он говорит, я о сыне пришла попроситься. Спаси его и сохрани. Поэтому я очень быстро, чтобы, если вдруг что-то случится, быстрее к нему и помочь ему. Он говорит, ну так я и так забочусь о нем. Он говорит, ну да, но все-таки обрати сугубо внимание на него. На что он говорит. Давай я его совсем огражу, как ты об этом думаешь. И хочешь. И он сотворяет такой сток сена вокруг него и посылает на землю. Почему? Потому что за спиной этой женщине тоже был мешок с сеном. Как она говорила, если мой сын где-то споткнется, я подложу ему этот мешок с сеном, чтобы он не ударился, не совершил какой-то сугубой ошибки. Но что стала наблюдать женщина? Этот сын пытался вырваться из этого окружения, из этого кольца сена. И метался в одну сторону, в другую сторону, потом взял и поджег его. Женщина скликнула, я иду на помощь тебе. Господь ей говорит, ты хочешь добавить еще своего сена? Ведь чем больше ты его сугубо оперегаешь, тем ты делаешь хуже. Потому что это не мешок с сеном. Это твои страхи, переживания, недоверие и далее-далее. Тем, что ты наполнен. Поэтому он такой тяжелый, и поэтому ты уже под ним так прогнулась. Он говорит, так что же ему не помогать? Он говорит, помогать нужно. Ну и дай мне возможность позаботиться о нем. Потому что ты хочешь все на себя взять. Но ты не всесильный, я всесилен. Но, возможно, это все-таки вопрос веры. Это притча о том, что мы должны заботиться о наших детях. Ну и давать им возможность где-то порой ошибиться. Где-то даже боль прочувствовать. Потому что они не смогут потом соизмерять, где боль, а где свобода выбора. Где радость, где разочарование. У них не будет своего опыта. Лишая постоянных свободы выбора, в том числе, и мы занимаемся грехом, человеку угодия, а не Богу угодия. Поэтому Господь тебе говорит, возлюбь больше Бога твоего. Всем сердцем, помышлением, всем разумом. А потом ближнего своего, как самого себя. Поэтому родитель, и себе это говорю, должен давать немножко порой больше свободы, но аккуратненько. Если нужна помощь, всегда поддержать. Храни Господь и Царица Небесная. С Богом.